Автомобиль. Для кого-то это просто средство передвижения. Кто-то получает удовольствие от всякого рода модернизации своего верного коня. Но и тех, и других объединяет одно, и это любовь к быстрой езде. Зачастую страсть к ощущению адреналина в крови водители напрочь забывают о безопасности, что приводит к неминуемым последствиям. Поэтому наша съемочная группа в очередной раз посетила инспекцию ГИБДД с вопросами о статистике происшествий. Что говорит статистика по ДТП прошлого года? Сколько из них со смертельным исходом? И какие самые опасные участки дороги в нашем городе? С рядом этих вопросов и не только мы пришли к инспектору полиции лейтенанту Вальюле Ширалову. Неоднократно в наших новостях вещается о статистике дорожных происшествий. Может кто-то подумает, что нам просто нечем заняться. Могу сказать, это ваше личное право думать, как вам вздумается. На самом деле вся работа ведется для того, чтобы зрители, просмотревшие новостной сюжет о трагедиях, в которых погибли люди или дети, все же задумались, стоит ли так спешить, пролетая мимо пешеходов и других участников движения, в угоду своим желаниям. Но мы немного отошли от темы. Как было уже сказано, мы посетили инспектора по пропаганде безопасности за рулем Вальюла Ширалова с вопросами, первым из которых был про общую статистику за минувший 2013 год. За 12 месяцев прошлого года, 2013 года, на территории обслуживания города Каспийска зарегистрировано 32 дорожных происшествий, в которых имеются пострадавшие либо погибшие люди, в которых погибли 15 человек и ранения различной степени тяжести получили 37 граждан. Аналогичный период 2012 года, на территории обслуживания было зарегистрировано 35 дорожных трассов происшествий, где погибло 10 человек и ранения различной степени тяжести получили 39 человек. Если говорить о число дорожных трассов происшествий и тех, которые получили ранения различной степени тяжести, здесь имеется небольшое снижение, но, однако, по числу погибших у нас рост с 10 до 15 человек. По проведенному анализу, инспекции ГИБДД наиболее опасными, или лучше будет сказать, аварийными улицами и участками дорог являются, во-первых, аэропортовское шоссе, кольцо поворота на кирпичный поселок и новая трасса. Это одни из самых злосчастных мест, где периодически происходят столкновения. Махачкала аэропорт. Именно в этих участках дорог самые большие и по тяжести последствий, и самое большое количество дорожных трассов происшествий. То есть, если взять, к примеру, одно из самых крупных ДТП на территорию обслуживания, которое произошло, это у нас на повороте, то есть на кольце кирпичном, по новой трассе Махачкала аэропорт. Здесь у нас водитель управляет транспортным средством, не соблюдая скоростной режим именно по конкретным погодным условиям. То есть, шел дождь, и водитель провысил установленную скорость, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на опору, то есть осветительный прибор. В результате данного происшествия погибло 3 человека, и ранения в степени тяжести получили 2 человека. Удручающей остается и статистика зафиксированных правонарушений автолюбителями. За минувший год было составлено более 1026 протоколов. Только представьте себе эту цифру, и это только те, кто попался на глаза инспекторам. Вспомните, сколько их могло быть на самом деле. А камикадзе, любящих покататься в нетрезвом виде, оказалось не так уж и мало. 171 человек в прошлом году был лишен прав и привлечен к административной ответственности. Согласитесь, цифры не радуют. Что касаемо детского травматизма и ДТП с их участием, тоже не может порадовать. По словам Валюла Сапиулаевича, сотрудниками ГИБДД ведется направленная работа по обеспечению безопасности чад. Пользуясь случаем, инспектор по пропаганде безопасного движения Валюла Ширавов обращается ко всем автолюбителям и пешеходам с просьбой о соблюдении требований дорожных знаков, дабы обезопасить себя от несчастного случая. Ведь, как говорится, в одной из песен знаменитых хип-хоп-исполнителей Гуфы и Басты «Ездить правильно или гонять по беспределу, проехав на красный свет, можно покинуть белый». Ибрагим Агамедов, Алексей Колесников, Новости Каспи ТВ.